Всем привет! Это канал Творческий Будний. Сегодня делаю массу папье-маше. Она понадобится мне для следующей работы. Когда перебирала обувь, в некоторых коробках осталась вот такая шуршащая бумажка. Она тоненькая, но довольно крепкая. Я решила, что она прекрасно подойдет для папье-маше. Порвала ее на мелкие кусочки и залила горячей водой. Оставила примерно на полчасика, чтобы она полностью размокла и потом сбила блендером. Эту кашу переливаю в мешок для стирки белья и хорошо отжимаю. Большие комки разделяю и эту бумажную массу измельчаю в блендере. Получается вот такая стружка. Распределяю равномерно на противне. Чтобы ускорить процесс, эту стружку я еще подсушила в духовке на самом маленьком огне. При высыхании вот эти комочки становятся очень твердыми и потом плохо шкурятся. Попробовала еще раз измельчить уже сухую стружку, но это не очень помогло. Решила пойти другим путем. Попробую на маленьком количестве, на случай, если испорчу, то хотя бы не все. Отмерила 15 грамм и снова заливаю водой. С того момента, как я залила водой бумагу, и до этого можно все пропустить. После того, как бумажная стружка полностью размокнет, снова взбиваю блендером до состояния каши. Теперь отжимаю бумажную массу, но в этот раз не полностью, так чтобы не появились комки. После того, как отжала, вес получился 150 грамм. Теперь добавляю вот такую шпатлевку. Именно эту я беру только лишь потому, что она у меня лежит уже давно, и надо ее уже хоть куда-нибудь засунуть. Думаю, что можно использовать любую и, возможно, даже сухую. Но я не пробовала, поэтому, если у кого-то появится такой опыт, напишите, пожалуйста. Добавляла понемногу, и в конечном итоге у меня получилось 150 грамм. Смысл добавления шпатлевки в том, что она смешается с волокнами бумаги, не даст им слипнуться в комки. И таким образом готовую массу будет легче шкурить. Разделила на маленькие комочки, выложила на противень и расплющила вот такой лопаточкой. Можно оставить высыхать естественным путем, но я опять подсушила в духовке. Эти печенюшки измельчила в блендере, и получилась вот такая труха. Она еще влажная, и встречаются крупные частицы, но они ломаются уже заметно легче, чем бумажные. Досушиваю и снова измельчаю. Клей буду использовать вот этот. Он также, как и шпатлевка, давно стоит без дела. В массе для молдов он мне не понравился, и для слаймов тоже не подходит. А для папье-маше, я думаю, сойдет. Наливаю его 6 столовых ложек, это получается 90 грамм. Хорошо размешиваю и добавляю по 1 чайной ложке вазелинового масла и жидкости для мытья посуды. Массу разминаю руками и оставляю в полиэтиленовом пакете. Не знаю, на какое время нужно оставлять, но у меня получилось час. Тестировать буду вот на таком пластиковом яйце. После того, как облепила одну половинку, наливаю немного клея на руку и выравниваю поверхность. Яйцо оставляю сушиться и еще решила этой же массой заполнить форму звезды. Звездочку я достала слишком рано и немножко повредила ее. После двух суток она уже точно высохла, и вот сейчас можно увидеть, что она гнется. В данном случае это неплохо. Для яйца мягкость, конечно, минус. И надо будет как-то его доработать, чтобы оно все-таки было твердым. Попробую еще пошкурить. Пилка уже подострепалась, поэтому не справляется. Я возьму терочку для ног, которую использую специально для таких целей. Шкурится хорошо и, в принципе, можно зашлифовать до идеала. Но вот с гибкостью пока вопрос. Если я что-то с этим придумаю, то у меня будет золотое яичко. А пока оставляю так. Мне эта масса подойдет для работы, и поэтому в следующем видео я буду ее использовать. На этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии, а также заходите в Дзен и делайте там то же самое. До встречи на моем канале!